МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Заботьтесь друг о друге. Как аптека для бережливых заботится о вас. Здравствуйте! В эфире Первого городского служба новостей город-студии Максим Новиков. Я и мои коллеги расскажем о главных событиях в среду 25 июня. Смотрите сегодня в эфире. В Калининград приехал Дэвид Бэкхэм. Об этом сегодня говорят не только сами горожане, но и СМИ. В то время как сам экс-футболист никаких заявлений по этому поводу не делал. Тем временем в город начали прибывать болельщики из Англии и Бельгии. Что они ждут от завтрашнего матча и какие ставки делают? Поджог или всего лишь случайность? В Калининграде на улице Вагнера загорелся заброшенный дом. Местные жители сообщают, что это уже не первый подобный случай. Новые имена обрели сразу несколько калининградских улиц и скверов. Вопрос с названиями еще пяти мостов пока решается. Каково это жить в море и какие тайны хранят яхты, передающиеся по наследству? В Калининграде побывали 22 яхты с разных уголков мира. И главной теме дня. В Калининград приехал никто иной, как Дэвид Бэкхэм. Об этом сегодня говорили как сами горожане, так и журналисты нескольких СМИ. По слухам, знаменитый английский экс-футболист поселился в отеле в центре города и намерен посетить матч Борных Англии и Бельгии, который на нашем стадионе состоится уже завтра. По неподтвержденным данным, Бэкхэм снял в отеле целый этаж. Но как-то комментировать эту информацию сотрудники отеля отказались. К вам приехал Бэкхэм, правда ли это? Мы не предоставляем информацию о проживающих костях в отеле. Ненамного общительнее оказались и полицейские, которые с самого утра дежурят у входа в отель. Бэкхэм вообще в Америке, его давно уже не играют, Дэвид Бэкхэм. Да, он не играет, но типа говорили, что он приехал и ларкут играть. В эту гостиницу он точно не играет? Нет. А в Городиле вы не знаете? Команды живет. Сам Бэкхэм о Калининграде ничего не упоминал и в соцсетях не постил. Так, на его странице в Инстаграм последнее фото выложено сегодня днем. На нем он празднует день рождения своей мамы прошлой ночью, а в предыдущем посте он и вовсе на приеме у королевы Елизаветы. Это фото он выложил 12 часов назад. У его жены Виктории Бэкхэм о Калининграде, как и о России, тоже ни слова. Отчего можно сделать вывод, экс-футболист либо не приехал, либо усердно прячется от журналистов. И в этом ему активно помогают. А вот кто может поселиться вместо или рядом с ним, так это английская сборная, которая уже прибыла в наш город. Анастасия Соколова, Михаил Эльбаум, Служба новостей город. Если приезд Бэкхэма пока остается лишь на уровне разговоров, то прибытие английских и бельгийских болельщиков отрицать нельзя. Уже завтра, 28 июня, на Калининградском стадионе сыграют сборные этих стран. Правда, как заметили и местные жители, и наша съемочная группа, футбольные фанаты Бельгии и Англии отличаются от тех, которые уже посетили наш город до этого. Если быть точнее, то они больше напоминают туристов, которые приехали не поболеть, а ознакомиться с местной архитектурой. И все же узнать иностранцев можно издалека. Что они думают о России, какие ставки делают на завтрашнюю игру, об этом и не только в нашем следующем сюжете. На фан-зоне сегодня днем непривычно тихо. Возможно, потому что трансляция матчей только вечером, а может быть дело в пунктуальности и предусмотрительности английских и бельгийских болельщиков, большинство из которых прибудут в город только к утру 28 июня. Но есть и те, кто уже готовится к завтрашнему матчу. Я приехал в Россию, чтобы увидеть игру английской сборной. Мы уже были в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Москве и теперь приехали в Калининград. Мы выиграем, конечно. Стефан сказал и другое. Стефан – болельщик из Бельгии, с Джо, они познакомились на фан-зоне. Со стороны кажется, что они давние друзья, но это сегодня. А уже завтра эти люди будут сидеть на противоположных друг от друга трибунах. Мы верим в нашу национальную сборную. И у англичан, и у Бельгии очень сильные игроки, команды. В данный момент очень сильные нападающие у обеих команд. Это будет очень интересная игра. Как по мне, англичане могут выигрывать. У них может быть счет 2-0 без проблем. Но в итоге выиграем мы. Расходят сомнения не только у наших знакомых, но и у старинных друзей. Кайяри приехали на матч специально из Финляндии. Приехали вместе, но болеть будут за разные команды. Я надеюсь, выиграет Англия. Это моя любимая команда. Вот почему я болею за нее. Конечно же победит Бельгия. У нас возникают с Каем конфликты по этому поводу. Я за Бельгию, а он за английских парней. Если фан-зоне пока что только дискутирует по поводу предстоящего матча, то на площади уже активно поддерживают свои команды. Это англичане. Свою сборную они поддерживают песнями. В отличие от громких хорватов, ярких испанцев и музыкальных марокканцев, англичане больше напоминают туристов. Они спокойно прогуливаются по улочкам и знакомятся с местной архитектурой. Прекрасное, фантастическое место Россия. Дружелюбное, чистое, очень чистое. Я думаю, мы сюда еще вернемся. Бельгийцы ненамного отличаются от англичан, только цветом футболок. Они также предпочитают спокойный отдых. Правда, некоторые поговаривают, что это только пока. Громче всех сегодня поддерживает обе сборные вот этот коллектив. Складывается чувство, что он специально вышел на улицу города, чтобы показать, как нужно болеть. Сегодня болельщики только начали заряжаться энергией на завтрашний матч. Окажутся ли они такими же громкими, как хорваты, марокканцы, сербы и испанцы, мы, думаю, узнаем уже в ближайшее время. Кристина Герасимова, Анастасия Соколова, Михаил Ильбаум, служба новостей город. Калининградка всю игру боялась, что ее выгонят со стадиона. Об этом она рассказала журналистам после матча сборных к Марокко-Испании. Оказалось, что места, которое было указано в ее билете, просто не существует. Вместо него проход для болельщиков. По словам женщины, она обратилась за помощью к волонтеру, но те лишь развели руками. Игру Калининградка посмотрела на другом месте, боясь, что вот-вот объявится его владелец. Напомним, похожий случай произошел во время тестовых матчей, когда на поле играла «Балтика». Тогда болельщику также достался билет с несуществующим местом. Другие новости из околофутбольной тематики в нашей постоянной рубрике. Партнер рубрики «Дневники чемпионата Агентства недвижимости. Этажи». Польские пограничники посчитали, сколько болельщиков пересекло границу за время чемпионата. Только за последние сутки эта цифра составила 1600 человек. Из них 55 – это футбольные фанаты из Англии, Бельгии и Германии. Всего с начала турнира российско-польскую границу пересекли порядка 19,5 тысяч человек. А в Албании начали собирать деньги в помощь вейцарским футболистам. Премьер-министр страны Эдди Рама объявил об открытии счета для оплаты штрафа FIFA за двух игроков с косовско-албанскими корнями. Напомним, футболисты Швеции праздновали забитые мячи в ворота противника жестом, напоминающим взмах орлинных крыльев. FIFA сочла его оскорбительным по политическим соображениям в социальных сетях. Рама пояснил, что орлинные крылья – это жест, выражающий радостное общение, и его просто неправильно истолковали. А российский игрок Игорь Смольников вошел в список самых худших футболистов проходящего чемпионата туда по версии британского таблоида The Sun. Он попал после поражения нашей сборной матча с Уругваем. Издание публиковало картинку, сформировав команду из плохих, по их мнению, участников игр. В Калининграде новые имена обрели сразу несколько скверов, мостов и улиц. Так, по решению властей, в Московском районе уже в ближайшее время появятся улицы Надежное и Содружество. А в Центральном – энтузиастов и генерала Лучинского. Обрели название и сквер на пересечении улиц Чайковского и Космонавта Леонова. Он стал Пушкинский. Сквер у памятника Шилеру теперь носит имя поэта. А на проспекте мира – энергетиков. Тем временем стали известны результаты голосования, в котором горожане выбирали имена для мостов на Верхнем озере. Так, путепроводу на улице Тельмана, что в районе парка «Юность», калининградцы предпочли имя «Парковый». За этот вариант проголосовали 211 человек. Пешеходный мост, соединяющий улицы Сержанскую и Лени Голикова, по решению калининградцев, должен стать «Лебединым» – 174 голоса. А мост через ручей «Голубой» – «Горбатым», так считают 153 человека. На Некрасова респондента посчитали, путепровод должен носить имя Гофмана – 155 голосов. А пешеходный мост у музея «Янтаря» должен стать «Ремесленным», так решили 195 человек. Принять окончательное решение власти обещают к концу лета. Воскресный поезд из Советска в Калининград отменят до конца летних каникул. Сейчас, по сообщению пресс-службы КЖД, по выходным дням электричка отправляется в 18.00. Ее отменяют из-за снижения спроса. При этом все остальные поезда будут следовать по расписанию. О других не менее интересных новостях расскажем далее короткой строкой. Часть улицы Фрунзе останется перекрытой до 1 сентября. До этого времени изменится и схема проезда общественного транспорта. С ней можно ознакомиться на сайте администрации. По сообщению главы службы госохраны памятников культурного наследия Евгения Маслова, участок укроется аптеке, откроют после того, как фасад здания приведут в неаварийное состояние. Полностью восстановить историческое здание обещают в течение года. Учебное судно Крузенштерн отпраздновало свой 92-й день рождения. Как утверждает сам капитан судна, несмотря на такой большой возраст, парусник находится в хорошем техническом состоянии. Сейчас на борту Крузенштерна 114 курсантов из Астрахани и Калининграда, в том числе и 6 девушек. Борт завершает рейс в Калининградском заливе. Для нового корпуса Музея Мирового океана доставили стекла из Китая. Их, по сообщению пресс-службы музея, установят в аквариум и тоннеле. Вес каждого стекла – 8 тонн. Правда, их монтаж будет производиться не раньше осени. Именно тогда начнутся работы по внутренней отделке. Сам корпус планируют сдать в следующем году. Тем временем в Калининграде после чемпионата появится музей под открытым небом. По сообщению вице-премьера регионального правительства Гарри Гольмана, музеем станут руины Королевского замка, которые накроют специальным куполом. Вход планируют сделать бесплатным. Напомним, забор вокруг руин демонтировали перед началом футбольного турнира. Сейчас нам установлена металлическая решетка. Спортивный клуб «Алтика» проведет первый домашний матч на новом стадионе. Событие состоится уже через неделю после окончания чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба. 22 июля калининградская сборная сразится с Кубом Тамбов. Напомним, в предыдущей встрече наши игроки оказались слабее соперника. Уже по традиции в день города назовут имя почетного гражданина Калининграда. Обладатель пожизненного звания освобождается от налогов и сборов в местный бюджет, может бесплатно пользоваться общественным транспортом, а также получает ежемесячную денежную выплату в 15 тысяч рублей. В этом году претендента 4. Среди них глава регионального министерства спорта Наталья Ищенко, ветеран труда Юрий Малинкин, ветеран Великой Отечественной войны, участник штурма Кенигсберга Борис Пирожков и почетный дорожник России профессор-доктор технических наук Александр Прокофьев. Кстати, по проектам последнего в городе отремонтирован деревянный мост и продолжается ремонт моста Медового. Решать, кто из этих претендентов достоин звания, будут тайным голосованием депутаты Горсовета. Напомним, ранее его уже получили бывший глава агентарь «Энерго» Борис Затопровский, Летчики-космонавты Павел Беляев и Алексей Леонов, Людмила Путина, Юрий Савенко, патриарх Кирилл, драматурки Евгений Гришковец, дирижер Аркадий Фильдман, певец Олег Азманов и другие. Смотрите во второй части нашего выпуска. Поджог или всего лишь случайность? В Калининграде на улице Вагна разогорелся заброшенный дом. Местные жители сообщают, что это уже не первый подобный случай. Каково это жить в море и какие тайны хранят яхты, передающиеся по наследству? В Калининграде побывали 22 яхты с разных уголков мира. Первый городской продолжает следить за новостями в интернете, что обсуждают пользователи в сети. Эти и другие новости сразу после короткой рекламы. В эфире служба новостей город и мы продолжаем. В одном из калининградских отелей иностранцы оставили три подозрительных чемодана, заявив, что вещи им больше не нужны. Такая информация появилась сразу в нескольких интернет-СМИ. По их данным, такое поведение болельщиков показалось сотрудникам странным, и они сообщили об инциденте в Центр 112. На место выезжали сотрудники Росгвардии. Они заявили, что чемоданы не представляют опасности. Далее эфир продолжит новости с места происшествия. Эти кадры нашей съемочной группе удалось снять на улице Вагнера. На них видно, как горит часть заброшенного здания. По словам местных жителей, в доме никто не живет уже много лет, и пожары здесь не редкость. На самом деле пожар уже за этот месяц четвертый раз происходит в этом заброшенном здании. Ситуация крайне неприятная, когда по крыше лазают школьники, подростки. Мы уже неоднократно сами вызывали полицию, чтобы приезжали. Это очень опасно, потому что не перекрытие внутри, и забор практически уже открыт, туда все могут спокойно проникнуть. Особенно школьники и дети, подростки. По предположению местных жителей, виновниками пожара могли стать подростки, которых здесь видели за несколько минут до возгорания. Никто не пострадал. Накануне в Гуревске в серьезное ДТП попали микроавтобусы и легковой автомобиль. По сообщению очевидцев, обе машины получили серьезные повреждения, а микроавтобус от удара и вовсе вылетел в кювет. Если пострадавший среди водителей или пассажиров, не сообщается. А эти кадры очевидятся сняв по дороге в Балтийск. По его словам, гонки на этом участке – частое зрелище. В этот раз обошлось без происшествий. В Калининграде спросят все же быть автолюбителем аккуратнее и терпимее к друг другу. В Калининграде разыскивают 67-летнюю Любовь Сучкову. Сообщается, что из дома на улице Интернациональная женщина ушла 17 июня и до сих пор не вернулась. Приметы на вид 70 лет, невысокого роста, худощавые волосы русы, глаза голубые, при ходьбе сильно горбятся. Если вам что-либо известно о местонахождении, пропавшей просьба сообщить об этом по телефону, который вы видите на экране или 02. Кристина Герасимова, Служба новостей, город. А теперь подошло время для новостей из мира экономики и бизнеса. Почему из страны отзовут более 7 тысяч иномарок? За что российских туристов признали самыми счастливыми? И зачем власти хотят привлечь в регионы испанских бизнесменов? Об этом и не только расскажет моя коллега Кристина Герасимова. Партнер бизнес новостей, строительная компания «Тамак». Здравствуйте. Начнем с новостей страны. В России отзовут более 7 тысяч автомобилей «Лада Икс Рей». По сообщению Ростандарта, у всех машин появился дефект подвески, где вместо высокопрочного чугуна использовался серым. Похожая ситуация произошла в мае этого года. Тогда из страны отозвали 132 тысячи машин марок «Фольксваген» и «Шкода». А российских туристов признали самыми счастливыми. Такое звание путешественникам дали эксперты известного сервиса. И все за то, что россияне чаще других ставят высокие оценки отелям и реже всех низкие. В список счастливчиков также попали туристы из Сербии, Австралии, Грузии, США и Колумбии. Самыми недовольными оказались туристы Испании, Исландии, Италии, Болгарии, Турции, Ирана и Литвы. Тем временем стало известно название самых лучших фильмов первой половины этого года. По мнению критиков, на первой строчке оказалась лента «Все деньги мира» режиссера Ридли Скотта. На второй драма «Нелюбовь» Андрея Звягинсова замыкает тройку лидером фильм Райана Куглера «Черная пантера». И к новостям региона власти планируют привлечь в Калининградскую область испанских бизнесменов. По сообщению регионального правительства, вложить инвестиции иностранцы предложили в сферы сельского хозяйства и переработки, а также туризма. В свою очередь испанцы сообщили, что их заинтересовало развитие фармацевтики и медицины. 14 миллионов 250 тысяч рублей – именно столько готово потратить Калининградское правительство на создание модели строительства моста через Калининградский залив. Мост должен будет соединить поселки Космодемьянского и Шоссейные, по задумке следовательские работы должны быть выполнены в течение полугода, в числе которых и оценка эффективности такого объекта. И на этом у меня все бизнес-новости на сегодня. Меня зовут Кристина Герасимова. Увидимся на Первом городском. Партнер бизнес-новостей – строительная компания «Тамак». Доллар США – 28 рублей 17 копеек. Евро на 2 рубля меньше. Такими курсы валют были в далекие двухтысячные. Как официальные данные изменились спустя время, предлагаю узнать прямо сейчас. Калининградцы стали свидетелями по-настоящему зрелищного события. На днях в Калининград прибыли 22 яхты с путешественниками из Германии, Швеции, Дании, Литвы и Польши. Наш город яхтсмены посетили ради проекта, на котором обсуждались насущные проблемы для владельцев водного транспорта. А вот моя коллега Анастасия Соколова решила не упускать возможности пообщаться с иностранцами и побывать на самих суднах. Каково это жить в море и какие тайны хранят яхты, передающиеся по наследству? Об этом и не только в следующем материале выпуска. 22 яхты зашли в Калининград совсем ненадолго. Мы не могли упустить возможность познакомиться с их владельцами и погостить у них. Поэтому мы здесь пойдемте же посмотрим, что это такое жить в море. Вернер Шляйкер – яхтсмен во втором поколении. Судно, на котором он ходит в море, принадлежит их семье с 1972 года. На нем по Карибскому морю ходил еще его отец, а теперь и он сам. Правда, однажды их семья чудне лишилась своего корабля. У отца не было работников на яхте, поэтому ему пришлось продать ее и купить судно поменьше. А позже, имея уже собственные яхты, я помнил об этом прекрасном судне. И однажды, три года назад, я увидел, что оно продается и выкупил ее обратно. Я переправил ее, но она была в заброшенном состоянии. Вернер отремонтировал яхту отца и теперь ходит в море на ней сам. Порой его путешествие может длиться несколько месяцев, поэтому внутри все оборудовано для долгого пребывания в море. Это в буквальном смысле дом. Это кухня, и здесь можно действительно готовить. Здесь есть чайник и газовая плита. Здесь также есть, как и на любой кухне, раковина. А вот этот ящик, вам кажется, что здесь просто должны лежать продукты, но на самом деле это холодильник. А вы посмотрите, какие чайники. Не зря яхта старинная. Здесь под стать ей и чайники. Вот такие. Они специально держатся, чтобы не упали во время шторма. I think I'm broken, not? А сейчас мы пойдем как будто спать. Нам нужно очень согнуться, пройти мимо кухни. Я здесь сгибаюсь в половину себя, как на верхней полке в поезде. Вот так, вот столько здесь расстояния, а может быть даже немножко поменьше. И чтобы выйти отсюда, мне теперь нужно пройти назад так же, как я и вернулась. То есть первый выйдет моя спина. Вот так. В яхте все обустроено так, чтобы ее жители смогли быть в море несколько месяцев и не чувствовать дискомфорта. С собой они берут даже самых маленьких членов семьи. Это еще один житель яхты. Это собака. Это Феликс, он моряк. Рядом с яхтой Вернера и Феликса пришвартована другая. И она разительно отличается от той, на которой мы уже побывали. Яхта Ульфа и Габи из Германии моложе, чем Вернера на 40 лет. И это видно даже невооруженным глазом. Hello! Hello, dog! Она 15-го года, 2015-го. И это ощутимо. О, как тут качают. Мне кажется, начинается морская болезнь. Вот, это спальня. И на самом деле мне бы такую кровать дома. Это очень круто. Мне кажется, можно даже не покупать квартиру, а прям жить вот так в яхте. Я могу сюда сесть и в очень-очень уютной обстановке почитать. И, наверное, забыть о том, что я уже три месяца в море. И мое любимое место — это кухня. Это газовая плита тоже. Здесь даже есть духовка, можно печь пирожки. Здесь уже, конечно, совсем другие яхты, новые. И здесь очень много места. Can I stay there? Thank you. Я сказала, can I stay there? А мой император Миша подсказывает, что это я, значит, захотела здесь остаться. Ну, в принципе, так и есть. Здесь уже очень удобно. Я, видите, стою весь рост. Вот она, вот она кровать. И, ну, очень комфортно. И вы посмотрите, как уютно. I really want to stay здесь. Представляете, до сих пор в современном веке пользуются картами. Я не очень понимаю. И, тем не менее, я чувствую себя пиратом. Я веду вас к источнику вечной юности. Воробей. Да, эта яхта совершенно отличается от судна 72-го года. Она современная. Здесь продумано все, даже два штурвала. Я долго задавалась вопросом, зачем здесь два руля. Как оказалось, это нужно для того, чтобы это супер продуманная яхта. Если ветер с этой стороны, то я здесь стоять не могу, мне неудобно. И поэтому я просто иду, перехожу и беру другой руль. Это очень удобно. Это гениально. И все-таки, какой бы ни была яхта новой или повидавшей ни одно поколение моряков, плавать на ней сможет далеко не каждый. Для этого, как говорят сами яхтсмены, должен быть особый склад характера. У нас характер отличается от обычных людей. Иногда нам приходится останавливаться ночью и плыть ночью. И не всегда мы плывем в хорошую погоду. Мы в любом случае должны были сохранить лодку. Поэтому можно сказать, что мы сильные люди. Я думаю, сильным характер становится в море. Например, я начал ходить в море еще ребенком. И позже я плавал с такими же молодыми ребятами, как и я. И дойти до суши мы могли только в том случае, если все будем вместе, одной командой. И это учит работать вместе и помогать друг другу в случае чего. Сегодня ночью яхтсмены отправились обратно в путь, но обещали вернуться. Ведь, как признаются сами путешественники, такого радушного приема им не оказывали еще нигде. Анастасия Соколова, Михаил Эльбаум, Служба новостей город. А теперь подошло время для хороших новостей. Что интересного произошло в жизни наших горожан? О ней расскажут сами в нашем традиционном опросе. Партнер рубрики «Хорошие новости» – сеть магазинов европейского формата «Семейная мода». Купила квартиру в Светлогорске около моря. Я в командировке, все, что необходимо было сделать, я сделаю, поэтому все отлично. Диплом на отлично. Нам сделали визу, то есть зарегистрировали, это такая большая проблема оказалась. Так что вот это хорошая новость. Мы два дня потратили не на море с ребенком, а для того, чтобы зарегистрироваться здесь. Если ко мне сестра в гости приехала, это хорошая новость. Вот мы сейчас гуляем по красивой площади, достопримечательности много видели. У нас красивый год. Я сейчас открыла расчетный счет в банке для своей предпринимательской деятельности. У меня сестра приехала с племянницей. Я три года их не видел. В племяннице было год, а сейчас ей четыре. Вот это самая яркая новость. Партнер рубрики «Хорошие новости» сеть магазинов европейского формата «Семейная мода». И в завершение выпуска, как всегда, нас ждет прогноз погоды на завтра. Какой она будет в четверг 28 июня, узнаем прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – ветеринарная клиника «Ветпрактик-24». В Калининграде 28 июня плюс 26 – ясно. 29 июня плюс 24 – ясно. 30 июня плюс 19 – ясно. В Гданске 28 июня 21 градус тепла – ясно. 29 июня плюс 22 – ясно. 30 июня 18 градусов тепла – ясно. В Вильнюсе 28 июня плюс 26 – ясно. 29 июня 27 градусов тепла – малооблачно. 30 июня плюс 19 – гроза. В Москве 28 июня плюс 26 – облачно дождь. 29 июня плюс 26 – малооблачно. 30 июня 22 градуса тепла – гроза. В Санкт-Петербурге 28 июня плюс 24 – ясно. 29 июня плюс 18 – облачно дождь. 30 июня плюс 17 – облачно. Спонсор прогноза погоды – ветеринарная клиника «Ветпрактик-24». На этом все. Если вы стали свидетелями интересных событий, звоните к нам в редакцию по телефону 555-085. А я напоминаю, что вечерний выпуск службы новостей «Город» выходит в 20.18. В студии был Максим Новиков. До встречи в городе. Та, что ближе, та, что дешевле, та, что с большим выбором. В нашем городе много аптек. Но какую выбираете вы? Почему вы выбираете аптеку для бережливых? Да потому что здесь есть все, все в одном месте. И ортопедия, и офтальмология, и медтехника, и самое главное – выбор детского питания. Мы каждый день что-то новое пробуем. Заботьтесь друг о друге. Как аптека для бережливых заботится о вас. Генеральный спонсор службы новостей «Город» – сеть аптек «Аптека для бережливых». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Аптек «Аптека для бережливых».